вот у меня доклад будет про closure script вот я хотел спросить а кто вообще пишет или хотя бы играется с языками которые компилируются в javascript ну кроме самого javascript а собственно я сказал кроме самого javascript хорошо может будет интересно вот я работаю в компании red radix мы пишем на javascript и клиент и сервер вот и мы себе позволяем иногда отвлекаться и изучать что-нибудь новое вот и последние где-то наверное год чуть меньше я пробую closure скрипт у нас сегодня такая атака по всем фронтам в минске сейчас проходит минск gs и там женя жарков выступает с языком elm то есть сейчас все смотрят сторону новых каких-то интересных языков которые дают более интересные абстракции позволяют что-то делать вот closure и closure скрипт это лисп вот это неофициальный маскот лиспа такой непонятный инопланетянин на более дополненном логотипе написано что made with alien technologies почему нарисовали такой логотип для кложуры для лиспа точнее потому что лисп он очень отличается от всех языков и когда кто-то говорит лисп все наверное думают о скобках боже куча скобок блин как на вообще на этом можно писать но не все знают что лисп был придуман практически 60 лет назад таким чуваком хипстером джоном маккарти он придумал то что мы сейчас называем искусственным интеллектом и в то время для того чтобы решать проблемы искусственного интеллекта не было подходящего языка учет тогда наверно фартран был если я не ошибаюсь вот и поэтому он придумал лисп потому что лисп идеально подходил он рекурсии макросы все клевые штуки там были которые каким-то образом помогали решать эти проблемы и для того чтобы решить проблемы с памятью в лиспе он придумал гербич коллекция то есть то что у нас сейчас же вас крипте есть это все благодаря лиспу точнее гербич коллекция вот ну прошло 60 лет было много диалектов лиспа и сейчас самый популярный молодой относительно молодой диалект лиспа это клоужер язык который таргетирует работает на jvm вот ему где-то наверное уже лет десять и года четыре назад посмотрели и блин кложу клевый давайте научим его компилироваться в javascript и тогда он будет везде мы сможем расширять свои как зону влияния и делать софт лучше вот так вот выглядит синтаксис то есть клоужер и клоужер скрипт это в принципе одно и то же когда вы пишете вы практически не замечаете разницы единственное что там есть интероп с javascript поэтому вы можете вызывать и нативные функции javascript а то есть браузерный API а так все то же самое вот так выглядит лисп клоужура да на самом деле ничего страшного вверху единственное добавление это namespace а здесь если вот вы вспомните е6 модули это тоже самое как будто импорт через диструктуризацию достается функция render из какой-то либо в данном случае это react дом допустим это у нас какой-то компонент то есть вместо вара мы пишем def define component и по умолчанию все вары они мутабельные из клоужера полностью все данные у нее мутабельные все структуры данных вот а внизу как в реакте мы просто рендерим компонент вызывается функция функция рендер и передается компонент и вот как раз вот javascript interop namespace js и он там уже вы можете взять window или документ то есть обычный javascript мы взяли элементы отрендерили туда ну вот да вот вот такой чувак из сайта со стоками фотографиями говорит вам что блин что это такое вы скажете блин сколько скобок на самом деле не очень javascript а также просто нужно в другую сторону от имени функции поставить перед тем как говорить наверно о том почему он интересный может быть на нем стоит попробовать чего-то давайте узнаем кто вообще использует кложуру до точнее кложу скрипт на самом деле кложуру используют очень много компаний кложу скрипт немножко меньше но тоже достаточно много самый известный из них вот circle си а это continuous integration система атласиан циска и бэй и вот наш украинский модно каста если не смотрели доклады соловьёва то посмотрите он очень много рассказывает про то как они переводили модную касту на кложуру и на фронтенде у них тоже кложу скрипт и как все стало клево и в общем да вот почему они используют кложуру и кложу скрипт рич хики вот создатель кложуры как-то сказал javascript есть везде а кложура крутая давайте сделаем так что кложула кложура компилировалась в javascript и тогда будет круто везде я вам к вот есть такой доклад это день релиза кложу скрипта доклад затянулся аж на полтора часа вот там вы можете узнать о том как они создали кложу скрипт для чего они создали это какие они проблемы хотят им решать и все остальное вот и собственно почему кложура немножко глубже кложура это современный кложу скрипт это современный лист для функционального программирования а сейчас javascript разработчики уже как бы более более-менее понимают что функциональное программирование это наверное мейнстрим или уйдет в мейнстрим скоро вот и все данные все структуры данных в кложуре в кложур скрипте по умолчанию и мутабельные вот в джаваскопте вы наверное знаете библиотеку и mutable джейс но есть еще такая библиотечка называется море вот море это скомпилированные структуры данные кложу скрипта в джаваскрипт то есть если вы зайдете на гит-хаб посмотрите с раци море там будет такой здоровенный блок джаваскрипта но море кстати немножко быстрее чем им это был назад немножко быстрее чем mutable джейс но у него очень такой кложурный api вот очень классное свойство кложуры кложу скрипта то что у него очень хорошая и богатая библиотека стандартная библиотека функций да то есть в джаваскрипте у нас мало всего мы поэтому подключаем ладаж underscore и все остальное а в кложуре все это есть там партелл аппликейшн нужен нормальный без бинда пожалуйста нужен мап без индекса нужен мап с индексом нужен пайплайн все это есть еще один бонус то что кложур скрипт идет сразу с библиотеками google closure libraries google closure libraries это очень старая библиотека от гугла которую google использует во всех своих практически во всех своих проектах и эта библиотека очень хорошо тестирована и она cross-браузерно вплоть наверно до е6 вот и google и кложур скрипт использует эту библиотеку что немаловажно это интерактивный процесс разработки то есть это включая вот эти вот все hot reload и но еще есть лайв репл то есть это вот тут репл в консоли как бы в ноде можете что-то написать она за его летит а только это лайв репл который за connection к вашему коду и вы можете ходить по нэмспейсом что-то там менять валюете отменять состояние приложения прямо туда по моему лучше чем джорскриптовой консоли вот и экосистема кложуры и кложу скрипта построена так вообще это не язык системы а из-за того что кложура она вот говорит что все библиотеки должны строго делать только что-то одно и они должны быть как можно проще все должно быть построено на простых маленьких чистых функциях и поэтому практически все библиотеки которые так или иначе как-то называется слово идиоматично написаны на вот они маленькие то есть вот например для роутинга на сервере библиотека может быть ну вот я не помню как называется ну в общем там грубо говоря до 100 до 200 строчек кода то есть роутинг можете использовать для с тем же экспрессом эту библиотеку и с чем угодно она будет комбинироваться то же самое в клажу скрипте есть определенные репозитории которых есть список вот этих вот библиотек для всех задач которые нужны вот и не все делают то что нужно и ничего лишнего вот и в клажу скрипте очень хороший оптимизирующий компилятор то есть когда кожу скрипт компилируется он выдает неимоверное количество джава скрипта просто мегабайты и все это дело оптимизируется с помощью google closure компайлера это опять же это компилятор часть google closure и этот компилятор написан на джаве так что нужно джава вот ну вот козу если вы используете козу скрипт на джава никуда не убежите вот этот компилятор занимается тем что по сути как его паки и все остальные браузере фай он собирает все вместе и начинает очень сильно это оптимизировать причем он оптимизирует настолько что даже выпак второй со своим три шейкинг просто отдыхает вот то есть если вы понятно что там убирает там лишние функции в банде остается только то что вы используете но даже несмотря на это например вот недавно было исследование чувак проводил что вот он собрал свой большой проект с помощью браузере фай и замерил перформанс и браузер тратил 400 миллисекунд только на то после того как загрузить скрипт 400 миллисекунду тратил только на то чтобы взять и пройтись пропарсить все дерево зависимости которое построил браузере фай google closure компайлер работает не так он вообще не оборачивает зависимости он меняет у него есть такая штука называется cross module code moving или что-то такое он типа вставит код туда там где он нужен быстрее предвидительно также работает сборщик rollup новый сборщик в джаваскрипте вот но вы можете сказать блин функциональщина map reduce и это все медленно и мутабельные структуры тоже очень медленные на самом деле не так да в принципе функциональщина медленнее но например мутабельной структуре в кложуре очень быстро они используют такую штуку как строк чел шерен то есть это определительно то же самое чего сегодня парень рассказывал предыдущий докладчик про редакс там где вы в объекте можете менять поля вот и то что не изменилось она будет ссылаться на части состояния из прошлого снапшота состояние то есть это как бы упрощенная упрощенная реализация структуру структурного шаринга данными между предыдущим состоянием например и новым состоянием какого каких-то данных вот не знаю может могу могу открыть в общем здесь демка на в джейле написанная на кложу скрипте секунду откроет так это опыт печь да нет сейчас я перенесу просто шуме здесь окно вот причем это нет это не в джейле это канвас и он там на канвасе генерирует сколько-то там тысяч вот этих кубов то есть нормально все работает ну естественно конечно же это написано с кое-какими хаками потому что на ма предюсер далеко не уедешь по перформансу там используются циклы for но уклажуры есть для этого решения у лиспа для этого есть решение это макросы что такое макрос макрос это определенная функция которая отрабатывает в компайл тайме они в ран тайме то есть вы можете написать какую-то функцию которая возвращает вам какой-то код и вот эта функция она сработает и развернется в этот код в compile-тайме. И в run-тайме уже будет работать тот код, который вы вернули из этой функции. То есть вы можете взять этот цикл for и сделать макрос какой-то более удобный, чем цикл for. И использовать его. Вы получаете все преимущества функционального программирования и хороший перформанс. Вот. Есть еще такой сайт sync. Там чуваки делают бешеную визуализацию и анализ данных на кложуре и на кложуре в скрипте. Все отлично работает. Вот. Собственно, где мы можем использовать кложуру? Learn once, use anywhere. То есть выучил один раз. Использовать можешь везде. Кложуру можно использовать на сервер-сайде. JVM, да? Можно писать на кложуре в скрипте для ноды. Ну, наверное, лучше не надо. В качестве эксперимента можно попробовать. Потому что кложура лучше очень хорошо интегрируется. Точнее, она была написана для того, чтобы интегрироваться в Java. А вот с Node.js немножко по-другому. Нужно там require прописывать. Все остальное. Вот. На клиенте это кложур скрипт плюс React. Кложур скрипт на клиенте используется для разработки SPI. И единственная библиотека, которая хорошо подходит под функциональную парагиму, это React.js. То есть все библиотеки, которые используются для написания SPI на кложуре, они построены поверх React.js. Вот. Можно писать на десктоп электрон. То есть, в принципе, все, что компетируется в JavaScript, можно писать на десктоп электрон. Опять же, можно писать Native Mobile Application с React Native. Причем это не эксперименты. Я точно знаю, что, например, на прошлой или на позапрошлой неделе зарелизили приложение на React Native и кложур скрипта для iOS какой-то интернет-магазин. Работает клево. Вот. Я позже покажу демку с React Native. Вот. Инструменты. Вот, когда мы начинаем писать коды, нужно решить, в чем писать. Вы заходите на любой сайт, туториал, и вам говорят, все крутые чуваки пишут на IMAX. Вы открываете IMAX, а потом не можете из него выйти. Хуже, чем с Vim. Писать нужно, на самом деле, на чем угодно. Вот есть классный еще редактор Light Table, у которого есть, там, типа Live Evaluation, тоже он прям в строке показывает, какой код выполнился. Я, например, пишу на Atom. Я JavaScript пишу на Atom. Я Closure Script пишу на Atom. Мне норм. Вот. Очень классный инструмент Parinfer для структурного программирования. То есть, он очень хорош для тех, кто только начинает писать на Closure Script. Он за вас меняет, ставит все скобочки. То есть, вы удалили строку, вам не нужно скобочки проставлять. Он возьмет и поставит их, куда нужно. Или Indentation поменяли, он все за вас сделает. То есть, это очень классно отбивает желание выкинуть Closure после того, как вы его первый раз увидели. Потому что я так и сделал. У меня не было этой штуки, я не знал о нем, я выкинул ее сразу и только через полгода к ней вернулся. Вот. Build. Это вырезка из DevUa чатика в React Channel. Ну, и вообще сегодня уже два раза на разных докладах об этом говорили. Что, чтобы конфиджить вебпак или что-то вообще на рендерить на React, это, блин, неделю нужно потратить. Вот. Я еще перейду сюда с вами постою. В принципе, в мире Closure Script'а не такой же большой выбор. Есть два сборщика, это Lane и Boot. И один и другой отвечают за зависимости, то есть, это как бы наш NPM, точнее, package JSON. Но Lane, он больше похож на Grant, в том плане, что там конфиги описываются хешмапами. А Boot больше похож на GALP, тем, что вы пишете код. То есть, вы пишете таски, как код. Есть хот-релод, который мы знаем из вебпака, плагин FigVille. Отличие от хот-релода в том, что FigVille, например, в вебпаке с хот-релодом, когда вы пишете код, вам нужно научиться писать на JavaScript'е код так, чтобы у вас хот-релод не свалился. А вот в Closure Script'е с FigVille'ом, вам очень сложно написать так код, чтобы у вас хот-релод свалился. Вы можете хоть неделю держать проект запущен, у вас все будет отлично работать. Есть еще такая штука DevCards. Это больше такой паттерн разработки UI. Маленькая библиотечка, которая позволяет вам рендерить в образе документации ваш UI в разных состояниях. То есть, вы можете кнопочку отрендерить состояние ненажатое, нажатое, там, mouse over, и все это у вас будет на одной странице, и будет снизу показан state, структура данных, которая отвечает за state этого компонента, и вы можете менять этот state, time travel, все эти вещи, и все это есть. Вот. Вот так приблизительно выглядит процесс того, как фидбэк вам дает FigVille. То есть, если у вас ошибка компиляции, он ничего не сделает, кроме того, как покажет, что вот у тебя, вот там, вот там, где-то ошибка, и код он не заапплаял, поэтому у вас приложение не упадет. Вот, мы поменяли, перебилдил. Кстати, самое интересное, то, что вот Closure Script, инкрементальные билды Closure Script намного быстрее компилируются, чем билды с тем же вебпаком. Вот. Дебаг. Сорс-мапы отличные. Есть еще такая интересная штука Dirac. Это fork DevTool, в который там встроено много всякого функционала, для того, чтобы красиво отображать структуры данных. Вот. Ну, тоже интересно, если вы не хотите использовать Ripple, можно вот DevTool знакомо использовать. Вот так вот в Chrome DevTool, это не тот fork, это обычный Chrome DevTool, вот так выглядит код. То есть, Source-мапы позволяют вам просматривать ваш Lisp. Вот. Самое интересное то, что DevTools, он использует, по-моему, CodeMirror или какой-то другой редактор, а в нем по умолчанию уже есть встроенная подсветка синтаксиса, то есть, сразу ваш синтаксис подсвечивается, вот, breakpoint, все стало, там можно проинспектить переменную, вроде все как хорошо. Тестирование. Есть стандартная библиотека CLGS-тест, а давайте вернемся к FIGVIL, вот, к FIGVIL и к React Native. Я обещал показать демку. Так. есть вот у нас, у вас, у вас, вот, вот у меня запущен эмулятор, это iOS-приложение на React Native. И вот у меня есть, где-то был, где-то у меня, блин, тут была консоль, вот она, да, да, сейчас сделаю больше. Видно, да? вот, например, я могу залезть в редактор, редактор у меня здесь, тоже сейчас увеличу, вот, и я хочу поменять, например, вот этот вот title, да, так, блин, со своим зрением я ничего не увижу, там где-то, это iOS-папочка, да? это up, окей, мне нужна собака, поводили, так, а где core, первый, второй, вот, это, я так понимаю, это title, да? Черт, забыл, а? да, title, то есть, это что-то могу написать, сохранить, нет, это просто первый раз, потому что я проект только стартанул, вот сейчас, если я, например, уберу, практически моментально, вот, то есть, hot reload, ну, то есть, изначально все было, как только появился React Native, сразу подключили figwil, все, и заработало, а в React Native на JavaScript, по-моему, hot reload только в последнем релизе, вот, недавно появился, если я не ошибаюсь, вот, а еще такая клевая штука, это REPL, вот, у нас есть REPL, то есть, вот здесь вот стартанул figwil сервер, сборщик, все это работает здесь, отдельно работает пекеджер, который отправляет, это React, пекеджер React Native, который отправляет на сервер туда, JS, точнее, на эмулятор, да, вот, а это REPL, вот, например, в этом приложении, это to-do list, который я делаю, ради X-фигмента, вот, вот, вот для анимации я использую библиотеку JavaScript, React Motion, и, как видите, там, как бы, без, без особых лагов, точнее, вообще без лагов, все довольно хорошо работает, так, что это такое, видите, они очень хорошо работают, у меня такие руки кривые, я могу перезагрузить, да, вот, написать там, change me, например, создал таск, change me, вот, и, что нам дает REPL, можем перейти в namespace, вот эти вот данные, они хранятся в одном состоянии, вот, если вы слушали прошлого доклада о редаксе, там говорится о том, что вот все данные лежат в одном состоянии глобальном, это пришло из одной из библиотек, которая написана на клажу в скрипте, он, вот оттуда пришла вот эта вот концепция, все данные держать в одном глобальном состоянии, вот, нам нужно, мы хотим перейти в namespace, в котором нам, у нас лежит это состояние, мы вызываем функцию in, in NS, в namespace, так, вот так вот, и namespace, по-моему, называется reframe db, да, есть, вот, у нас здесь должно быть, должна быть переменная ppdb, в которой лежит база, вот, и там вы можете увидеть, это атом, атом это иммутабельное значение, иммутабельная структура, обернутая в определенный API, так что можно использовать эту штуку, как будто оно мутабельно, вот, у нас есть поле task, в котором лежит вектор, хешмап, в котором есть имя task, то есть change name, и есть состояние task, там он готов, он сделан или не сделан, вот, и прямо из REPL мы можем поменять это, я не буду писать, у меня где-то тут было, в истории был код, который это меняет, так, что он тут делает, swap, ppdb, state, associate, в task, в нулевой task, поменять на yu, вот, да, мы хотим поменять текст, и мы прямо отсюда можем поменять, вот, изменилось, вот, то есть можно отсюда даже, можно, не знаю, есть, а, нет, не получится, потому что в React Native нету, по-моему, алерта из JavaScript нельзя вызвать, то есть если вы работаете с браузером, вы можете прямо отсюда написать JS alert, и у вас в окне выскочит alert, вот, хотим, например, добавить новый task, это associate, окей, state, update state tasks, conjunction, окей, можем добавить новый task, вот, то есть вот такие вот штуки можно делать, так, возвращаемся, к презентации, где-то здесь была, стандартная библиотека есть CLGS test, библиотека для юнит-тестов, которые вы просто проверяете, как, например, в Mocker, true, false, да, вот, есть task runner, точнее, тест runner, do, он позволяет вам запускать тесты там в браузерах, headless браузерах, в javascript движках, и у него есть экспериментальный саппорт кармы, то есть вы можете, насколько я знаю, я его не использовал, можете ему скормить там конфиг кармы, и он будет использовать его, вот, и SPI библиотеки, здесь React победил, вот, самое популярное, это, наверное, React, с таким контейнером для управления стоит Reframe, ну, это что-то типа как Flux, только там немного FRP-шной штуки, вот, тот OM, в котором придумали изначально, хранить состояние в одном объекте, и если работали когда-нибудь с библиотеками, для управления состоянием в React-приложениях, которые используют такую штуку, как курсоры, то есть это отщепление состояния, вот это вот тоже там придумали в OM, есть ROM, это вот Никита Прокопов сделал, и, по-моему, этот ROM как раз вот Соловьев использует в модной касте, вот, где достать библиотеки, то есть откуда их, где наши NPM, откуда нам их брать, вот, есть CloudJars, сайт такой, это вот тоже самое, как npm.org, там можете посмотреть библиотеки, версии, и устанавливать, если вам нужна JavaScript библиотека, то лучше сначала пойти на CLJS.js, там есть куча библиотек JavaScript-овых, обернутые для того, чтобы, как бы, нормальные dependency были для Клажуры, вот, есть вот два сайта, Closure Works и Closure Toolbox, на котором вы можете посмотреть, как бы, рекомендуемые библиотеки для любых задач, которые вы можете решить, которые нормальные, они написаны непонятно кем, вот, как попробовать Closure Script? То есть, если вы хотите только, вот, только попробовать, только начать, вам не нужна Java, вам не нужен JVM, вам даже ничего не нужно, кроме браузера, вы можете пойти на JSBin, и там можно поиграться с Closure Script, там, то есть, там встроена скомпилированная версия Клажур Скрипта, Клажур Скрипт скомпилирован сам себя в JavaScript, и там полтора мегабайта Клажур Скрипта в вашем браузере, и все отлично работает, вот, есть CLGS Fiddle, в котором можно даже попробовать реагент, то есть, порендерить вьюшки, Closure Script.net это WebRipple, Plunk, это самостоятельный репл для macOS на Closure Script, то есть, он тоже для того, чтобы только начать что-то попробовать, очень хорош, потому что, если вы хотите попробовать Клажуру, например, там, через обычный JVM репл, то у вас первое впечатление, как уже у вас скрипт разработчик будет такой, типа, блин, как же долго оно стартует, а тут моментально, вот. Есть приложение Replit для iOS, если вы совсем задроты хотите в дороге поклажурить, вот. Есть классный доклад Closure Script для скептиков, и там вот этот вот чувак, Derek Slager, рассказывает о том, как тулы в Closure Script изменились за последнее время, и, в принципе, чего он может, насколько он готов, вот. Где изучить больше? можно пойти на Closure Script Cons, то же самое, как JavaScript Cons, маленькие задачки, по синтаксису разобраться, и все остальное. Вот Синоним, это сайт, в котором можете посмотреть соответствие того, что вы можете сделать на JavaScript с Closure Script, как создать объект, как функцию создать, как ее вызвать, CLG Sheet Sheet, это набор каких-то таких базовых штук, синтаксических и библиотечных, которым нужно знать, Closure Script доки, документация, вот, кстати, что классно в Closure и Closure Script, если вы не знаете, что эта функция делает, особенно их там много, там, можно запутаться, вам не нужно куда-то лезть, вы можете сходить, конечно, на Closure Docs, а вы можете просто вызвать функцию Doc и передать в нее эту функцию, которую вы хотите узнать о ней что-то, и вам выдаст прям в REPL документацию по этой функции, при условии, что для этой функции написана документация, ну, в стандартной библиотеке для всех написано, то есть, прям, когда вы создаете функцию в Closure или в Closure Script, вы можете прописать туда строчку с документацией, и тогда при чтении кода можете посмотреть, что это такое, и при использовании, вот, есть очень крутой Вики с туториалами для начинающих, есть чатик в ВВА Closure, не очень активный, но туда тоже можно пойти, поспрашивать, если хотите, если хотите нормально в чатике пообщаться, то тогда вот Closure.net, это Slack, тоже, там очень, очень, очень хорошо помогают, и никто ни на кого не ругается, это вам не JavaScript, вот, ну, в принципе, у меня все, спасибо, есть вопросы, задавайте, нет вопроса, кто придет домой и попробует Closure Script, А я попробовал. А? Кто-то еще не пробовал. Кто-то еще не пробовал, отлично, хорошо, всем спасибо. Большое спасибо, Роман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова